Всем привет, друзья! Перед вами настолько хорошо сделанная копия AirPods Pro, что сразу их даже и не отличить от оригиналов. И при условии, что это всего лишь копия, цена на них довольно немаленькая, а они мне обошлись в 4990 рублей. Сразу скажу, что у меня не было оригиналов и я не буду сравнивать с ними, зато мы знаем их ценник и должны узнать, стоят ли они этих денег. Коробка имеет все фирмовые логотипы и надписи и уж чересчур косит под яблочного производителя. Внутри находим документацию и инструкцию на английском и китайском языках, с подробным объяснением по подключению и использованию данных наушников. Далее кейс с самими наушниками, ниже провод с разъемами Type-C и Lightning, а также в самом низу сменные амбушюры. Кейс изготовлен из глянцевого пластика. Довольно тяжелый и сделан очень качественно. Емкость аккумулятора кейса составляет 519 мАч. Этого хватает, чтобы зарядить полностью разряженные наушники до 4 раз. Внизу расположен разъем Lightning для подзарядки. С тыльной стороны можем обнаружить кнопку для привязки наушников к телефону. Правда я этой кнопкой даже и не пользовался. При открытии крышки они довольно быстро обнаружились телефоном и я их подключил без проблем. В открытом виде крышка фиксируется в определенном положении и не пытается закрыться самопроизвольно. Она довольно крепко закреплена и практически не люфтит. Даже под крышкой имеются маркировки с разной информацией. Наушники плотно сидят в кейсе при помощи магнитов. И если их перевернуть и потрясти, то даже в этом случае они не выпадут. Здесь беспроводная передача Bluetooth 5.0. Для привязки наушников достаточно просто открыть крышку и они уже обнаружатся в смартфоне. На андроиде каких-то особенных Bluetooth настроек я не увидел. На мой взгляд внешне они такие же как оригиналы. Так что если вы будете в них ходить по улице, никто и не поймет, что это подделка. Сделано качественно, ни к чему здесь и не прикопаешься. Сама форма действительно хорошо продумана и это естественно, ведь они делались по шаблону AirPods Pro. Наушники комфортно сидят в ушах и ни разу не пытались вывалиться. Если амбушюры не подходят по размеру, можно заменить на другие два размера прилагаемых в комплекте. Кстати, снимаются они очень тяжело. Даже в какой-то момент кажется, что резинка возьмет да и порвется. Я даже в первый раз побоялся их тянуть еще сильнее. И пришлось прибегнуть к повторному обращению к инструкции, чтобы убедиться, что я их правильно снимаю. Вот так это выглядит без амбушюр. В нижней части обоих наушников сделана сенсорная кнопка в виде овальной выемки, на которую запрограммировано несколько действий. К примеру, коротким нажатием ставим трек на паузу или воспроизводим его. Двумя нажатиями воспроизводим следующий трек. А тремя предыдущий трек. Как видите, все работает. При долгом зажимании сенсора включаем и выключаем шамодав. По крайней мере, так указано в инструкции. Зажимая ее, звучит короткая мелодия, но при этом ничего не происходит. Я лично не замечаю никакой разницы при включенной и выключенной функции. Слышимость посторонних звуков как была, так и осталась. Может быть, я что-то не понимаю, но я считаю, что эта функция здесь просто-напросто отсутствует. Датчики снятия, которые включают паузу при вытаскивании наушников из уха, здесь тоже не работают. Помимо этого, во время разговора с собеседником, выявилось то, что собеседник меня слышал не очень хорошо, как этого хотелось бы. Присутствовали небольшие помехи. При этом я слышал своего собеседника очень хорошо и без помех. Выходит, что микрофоны, которыми снабжены эти наушники, не сверх худшего качества. Отставание звука при просмотре фильмов на телевизоре и на телефоне я не заметил. Зато во время игр обстоятельства складываются совсем иначе. К примеру, в PUBG Mobile звук отстаёт. Пусть для ТВС наушников это небольшая задержка, но она всё же есть. В общем, есть определённые отсутствующие фишки, которых от копии AirPods я, собственно, и не ждал. Зато потрясающее звучание, которое меня не обладает, заставляет забыть об этих недочётах. Они действительно играют достойно. У них есть и средние, и высокие, и низкие частоты. И всё это в достатке. Конечно, хотелось бы их сравнить с настоящим AirPods и узнать, насколько будет эта разница в качестве звука. Но так как их нет, я их сравнил с Blitzwolf BW-FY-E3, у которых цена в данный момент всего 28 долларов. А это сейчас 2100 рублей. Ими я пользуюсь уже давненько. На них я уже делал как-то обзор, и качеством их я вполне доволен. Когда я сравнил их друг с другом, я понял, что Blitzwolf играет тише в сравнении с героями этого видео. Хотя я до этого знал, что они не громкие, но их громкости мне вполне хватало. Зато низы у Blitzwolf больше, и оказалось, это не всегда плюс, как я думал раньше. К примеру, большие басы у них забивали некоторые звуки, которые я мог теперь расслышать при прослушивании на яблочной копии. И всё это начинаешь понимать только в сравнении. FY-E3 всё равно играет, на мой взгляд, вполне хорошо. Но сегодняшние ребята показали, что звук может быть всё-таки лучше. Теперь хочу подвести итог в этом обзоре. Из плюсов мы можем назвать качество сборки как наушников, так и самого кейса с комплектующими. Выглядят они действительно дорого. И я думаю, люди, которые не разбираются в яблочной продукции, подержав в руках, могут их даже перепутать с оригиналом. Они комфортно сидят в ушах и выдают очень даже качественный звук, которого я не ожидал. И опять же не забываем про минусы. Это отсутствие шумодала, неработающий датчик снятия, отставание звука в играх и наличие микрофонов невысокого качества. Учитывая эти недочёты, я бы их оценил где-то в 3, но максимум 3500 рублей. Всё-таки 5000 для них, я думаю, это многовато. Если бы здесь хотя бы работала хорошо гарнитура, то я бы ещё подумал. А так, слишком много недочётов, и несмотря на хорошее звучание, на мой взгляд, цена здесь завышена. Это лично моё мнение, и нужны они вам или нет, это уже дело ваше. На этом я свой обзор заканчиваю. Смотрите мои другие видео. До встречи! Продолжение следует...